Беспощадный валютный фонд Заложники войны и политики Почему не происходит обмен пленными на востоке страны? Подробности недели в эфире. Я Алексей Лихман. Добрый вечер. Ну, казалось бы, на этой неделе можно было и порадоваться. Переговоры с МВФ наконец-то закончились и четвертый транш в Украину пришел. Но головной боли у правительства и Нацбанка меньше не стало. Если с фондом уже договорились, то с Верховной Радой еще даже не начинали. Цена вопроса 4,5 миллиарда долларов. Именно столько Украина может получить от МВФ до конца этого года. Еще почти 4 миллиарда в плане на год следующий. Без этих денег сложно будет и с долгами расплатиться, и стабильность гривны удержать. Но! Как выполнить десятки пунктов из длинного списка украинских обещаний фонду? Депутаты уже отвечают отказом практически по-любому из них. За что депутаты готовы торговаться с Кабмином, а что не пройдет через зал Верховной Рады ни при каких обстоятельствах, возняла моя коллега Екатерина Лысенко. Депутаты открыты. К каждому из этих пунктов у нардебов уйма возражений. И даже по пенсионной реформе нет согласия. Хотя огромный дефицит пенсионного фонда политики признают проблемой номер один для бюджета. Дефицит пенсионного фонда более 142 миллиардов гривен. И, конечно, уже больше не враховывать эту ситуацию не можно. Будет сложно найти голосы. А сложно из-за пенсионного возраста. Кабмин обещает оставить все, как есть. Мол, нужно изменить только стаж. Но депутаты не верят. Говорят, это и есть способ отсрочки выхода на пенсию. Говорят, что мы все знаем, что пенсионный фонд на сегодняшний день мает величезную дыру. Это действительно факт. Каким образом она будет закрываться? В чем полягает сам сенс и философия реформы? Надо будет разбираться. Я за то, чтобы украинцы жили по 100 лет. И тогда можно действительно делать пенсионные века в 70 и выше. Но средняя продолжительность жизни украинца, мужчины, 62 лет. Голосовать за пенсионную реформу депутаты должны уже до конца апреля. Срок нереальный. Но если об этой реформе нардепы хотя бы говорить спокойно готовы, то рынок земли, который нужно утвердить до конца мая, тема просто взрывоопасная. И даже в БПП, где сторонников рынка земли больше всего, шансов принять эту реформу не видят. Это миф, что если мы сможем продавать землю сельхоз при значении, то прибежат сюда многие иноземцы и они ее купят. Мы как раз сможем дать возможность маленьким производителям иметь свою часть и иметь контроль над ней, иметь право ее продать или купить. Я не верю в то, что мы сможем принять рынок земли до травня. Это просто нереально. На сегодня в Раде аж 7 земельных законопроектов. При этом, если в БПП хотя бы комментируют эту тему, во второй фракции коалиции даже не готовы высказываться. Я вчера только сберег себе меморандум и на этих выходных буду его учать. Давайте я прокомментирую тогда, когда я буду обезнанным полностью, выучивши текст меморандума. Но сколько бы фронтовики не выбирали, какую позицию занять, голосов на двоих с БПП им все равно мало. Чтобы принять позитивное решение, нужна подпитка от других фракций и групп. А там даже вежливую форму отказа искать не станут. Сельско-господарская земля – это 72% украинской территории. Понимаете, что мы с вами живем на золоте. У нас остались уже 31 тысячи фермерских господарств. Когда эта влада начинала господарить, было 42 тысячи фермерских господарств. Сейчас они нижчатся буквально скоростью света. Почему? Потому что освобождается сельско-господарская земля от господарения. Для того, чтобы ее купить, продать, перепродать, транснациональным корпорациям и украинской аграрной мафии, которая складывается максимумом из 10 кладовых родин. В апреле должна быть проголосована пенсионная реформа. В мае должна быть проголосована земельная реформа. А голосов в зале ни за то, ни за другое нет. Более того, о крепкости, исплоченности коалиции нужно судить по голосованию за Рахункову палату, когда Народный фронт дал целых 7 голосов в общую копилку голосования. Соответственно, пока голосов нет ни за что из этих вопросов. МВФ требует и перемен в энергетике. Абонплата за транспортировку газа тоже в списке решений, которые должны заработать. Причем, как бы радикалы не блокировали трибуну, они сами же и подписывались под абонплатой, еще когда голосовали за закон о рынке газа. Введение абонплата записано в меморандуме МВФ. Введение абонплата на подключение додатковой мощности прописано нами в угоде про асоциацию, в нашу угоду про то, что мы членами Европейского співтовариства энергетического. В законе, который был принят в 2015 году, на рынке газа была закладена умова про разделение транспортирования и вартостей газа. Мы видим, что радикальная фракция, радикальная партия блокирует трибуну Верховной Ради Украины. Но я хотел бы напомнить этим же людям, они одноголосно голосовали за закон Украины про рынок природного газа, который предпочел, что должен быть тариф на газ разделен на два тарифа. Тобто тариф на газ как товар и тариф на транспортирование и распредел газа. То, что сделали НКР. И фактически сегодня торпедуются решения НКР, те, у кого интересы в цене газа в НАК «Нафтогазе» Украины. Кстати, «Нафтогаз» в Раде обсуждали тоже всю неделю. Именно от этой непрозрачной структуры зависит цена газа, сделавшая «Нафтогаз» одной из самых богатых компаний в стране. Мой взгляд на «Нафтогаз» нужно ликвидировать. Это прокладка, памперс, который нужно выкинуть и создавать рынковые условия. Это родимент радянской эпохи, я не знаю, какой еще и другой, который, однозначно, уже не местен на сегодняшней системе координат. Сначала мы ее все спасали и думали, как ликвидировать дефицит их деятельности. Теперь, как бы, эту проблему решили в связи с подвищением цен на газ и на «Энергоносии». Но, тем не менее, есть такие понятия, как безконтрольное использование костей. Аудит однозначно потребен. Следующая неделя – последняя пленарная в этом месяце. Дальше у депутатов перерыв до середины мая. И начнется он сразу после самой важной пятницы этой весны – дня, когда истекает иммунитет правительства Гройсмана. Нардепу ждут отчета Кабмина. Кабмин ждет, когда в Раде можно будет рассмотреть хотя бы некоторые из нужных МВФ решений. А в своем фонде вряд ли всерьез рассматривают Украину в числе стран, которым нужно будет перечислять деньги в ближайшие месяцы. Впрочем, на ситуацию можно посмотреть и с другой стороны. Все-таки Украина практически не выполнила обещания из прошлого меморандума. Но деньги-то, миллиард долларов, уже в резервах Нацбанка. А невыполненные обещания просто перекочевали в обновленный текст только с новыми датами. На этот раз график очень жесткий. Последствия выполнения непредсказуемы. Пенсионная реформа повлияет на жизнь более чем 12 миллионов человек. Земельная – 7 миллионов. Что же еще, кроме этих пунктов? Смотрите далее в нашей справке. Какие бы дедлайны не устанавливали международные кредиторы, украинские политики пунктуальностью не отличаются. Выполнять свои обязательства и по-настоящему реформировать страну не торопятся. Поэтому и ждать траншей приходится долго. Список невыполненных обещаний выглядит так. Расширить полномочия Национального антикоррупционного бюро, в частности принять закон о прослушке, депутаты должны были еще осенью, но так и не решились. Теперь обязаны до конца мая. Принять законопроекты по пенсионной реформе обещали еще до начала этого года, но принимать было попросту нечего. Концепция самой реформы появилась только сейчас. Теперь ее необходимо срочно проголосовать в парламенте до конца этого месяца. Земельную реформу тоже обещали в 2016-м. Сейчас дедлайн – май 2017-го. Усовершенствовать законодательство для приватизации предприятий обязаны были до сентября прошлого года. Теперь новый срок – это лето. До октября 2016-го украинские депутаты должны были принять законы о легализации добычи янтаря, но их до сих пор нет. Еще осенью нужно было ликвидировать налоговую полицию и создать новый орган по расследованию финансовых и налоговых преступлений. Этот пункт выполнили частично. Налоговую полицию ликвидировали, новый орган не создали. Должны до конца апреля. И всего в списке обещанного, но так и не выполненного – десятки пунктов. Если украинские политики и дальше будут использовать тактику затягивания и создания видимости реформ, то обещанных следующих траншей от МВФ можно не дождаться. И обсудим пункты меморандума с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока, гость подробностей недели. Я вас приветствую, Юрий Анатольевич. Добрый вечер. Как вы оцениваете подписанный меморандум с МВФ? Те, кто его подписывал, верили в то, что его можно выполнить? К сожалению, оправдали самые худшие вещи, которые были заложены в этом меморандуме. Это и увеличение, так называемого, страхового срока для получения пенсии. С 15, которая сейчас есть у нас, выше. И причем позиции правительства на сегодня так и нет. Так и нет четкой позиции, что это будет. Мы чувствуем, что открытие рынка земли, как анонсируется правительством, это очередная будет проблема для всех фермеров, которые живут у нас в стране. Потому что условия падения национальной валюты, это не получится сделать так, чтобы не обидеть людей, которые работают на земле. Поэтому, безусловно, мы за это голосовать не будем. Мы считаем, что должен быть честный, открытый диалог с правительством, с обществом, показать, что они вообще получают, страна от этого меморандума, что получают от этих кредитов и чем расплачиваются. Позиции правительства на сегодня так и нет. Идут уверения, что мы примем справедливую пенсионную реформу, что откроем рынок земли, но четкой позиции нет. Насколько будет справедливая пенсионная реформа, сказать, действительно сложно. И при этом парламент снова отложил в долгий ящик принятие социальных законов, о которых мы с вами недавно говорили. Совершенно верно. Это безобразие. Потому что вот сейчас пленарная неделя, а потом парламент вообще уходит на месяц, на каникулы до 15 мая. И мы наставить будем, чтобы законы, которые поддерживают переселенцев, в первую очередь, это и закон 3459 и 5107, это законы, которые реально нужны люди. О бесплатном питании для детей переселенцам, о льготах, по коммунальных услугах. То, чего ждут эти миллион 700 тысяч людей, чтобы они были включены на следующую неделю. Если это не пройдет, то мы будем наставить, что парламент продолжил работать, продолжил принимать законы, которые социально ориентированы, и не уходил на такие длинные каникулы. Второй момент. Мы считаем, что в условиях политического и экономического кризиса, вот правящая коалиция, или там ее остатки называют, можно как хочешь, но она должна выработать программу выхода из кризиса, утвердить ее в парламенте. Сразу хочу сказать, что если эта программа даст шанс стране развиваться, то мы ее тоже поддержим. И дальше парламент должен принять законы, которые подкрепляют эту программу, поскольку сейчас программы такой нет. И идут какие-то хаотичные движения, а на самом деле люди не понимают, что будет дальше. Вот это самое неприятное, страшное, и чего надо избежать, что дать показать людям, где он этот выход. Хорошо. Но вот все говорят жесткие условия, да, они действительно очень жесткие. По вашему мнению, реально было договориться о других условиях? Самое главное, что в дополнение к МВФ должно быть реализован еще ряд кредитных соглашений, которые идут как бы прицепом, и которые, в общем-то, дополняют кредит МВФ и дают возможность эту программу реализовать и сделать ее успешным. Потому что только в этом случае, когда сопутствуют другие кредиты, кредитам МВФ, программа получается успешным во всех странах, которые работали с МВФ. Этого сделано не было. И второе, проводили переговоры кулуарно, как-то намекали на какие-то условия, ничего не говорили обществу, и в конечном счете вывалили все это уже как решение, и решение очень обременительное для страны. Безусловно, надо было проводить переговоры более профессионально, и практика предыдущих лет показывает, что такое возможно. Спасибо за ответы. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был гостем подробностей недели. Ну, а мы идем дальше. И говорим о льготах. Еще одно направление, по которому Украину ждут большие перемены. Уже до конца этого года, согласно меморандуму СМВФ, должны монетизировать коммунальные субсидии и создать реестр получателей соцпомощи. Что это значит для рядовых украинцев? Когда люди вместо субсидий будут получать на руки деньги? И будут ли монетизировать другие льготы? Павлина Василенко расскажет об эксперименте, который начнется уже этим летом. По Львовской области транспортные льготы превратятся в живые деньги. А еще в Украине, оказывается, есть место, где все прерогативы уже давно монетизированы. Вот только для их получения нужен мандат. Про льготные перспективы смотрите далее. Они много говорили, ее требует МВФ. И уже этой осенью она может стать реальностью. Монетизация субсидий – это когда деньги не на бумаге, а в руках. У меня бюджет семьи в среднем получается 4 тысячи на моих троих детей и меня. Я сама воспитываю. Конечно, было бы очень хорошо, если бы государство, как это в Европе, сделало вот эти вот пильги, возвращало наличкой, чтобы мы могли сами этим распоряжаться. Вот только распоряжаться такой наличкой Анна в ближайшее время точно не сможет. Как именно будут проводить монетизацию, в правительстве пока решают. Но уже говорят, дело это долгое. Это значит, что сначала к деньгам, а не клиринговым расчетам будут приучать производители энергии, а до конца года должны составить реестр получателей соцпомощи. А чтобы в реестр льготников не затесались подпольные миллионеры, доход потенциальных субсидиантов тщательно проверят. Ведь главная проблема в тени. Человек официально получает мизер, а в конверте вполне конкурентную зарплату. Да и в бюджете нет денег, чтобы монетизировать субсидии 9 миллионам украинцев. Поэтому единственный выход для уряда – это субсидии, причем сутки вокруг тех, кто будет иметь право на субсидию. Как работает монетизация, уже этим летом почувствуют на себе галичане. Во Львовской области стартует эксперимент. Там в реальные деньги переведут льготы за проезд, чтобы понять, выгодно ли это государству и перевозчикам. Ведь сейчас власть задолжала владельцам маршруток 150 миллионов гривен. Те даже возители льготников отказывались, но услышав про монетизацию, оживились. А вот сколько транспортных денег будут давать на руки, пока неясно. Мы сегодня дискутуем с Министерством социальной политики над обсягами перерахунка денег. Мы должны каждой человеку честно сказать, что она в месяц должна будет отрабатывать такую и такую сумму. Главное, как говорят львовяне, чтобы они все-таки получали обещанную властью монету. Всего будем пешки ходить, потому что денег на автобус нет. Если эксперимент в Львовской области пройдет успешно, такая схема заработает с Нового года по всей Украине. Но есть в стране место, где монетизация льгот работает давно и весьма неплохо. Это Верховная Рада. Депутаты – одна из маленьких социальных групп с большим перечнем льгот. Меня просто удивляет эта ситуация, если кто-то начинает говорить относительно этих пиль. Звернуется то, как когда депутатам давали квартиры, а потом приватизировали. Этого сейчас нет. Слуги народа каждый месяц получают денежную компенсацию и за проезд, и за жилье. Хотя хранят в банках и под матрацами миллионы. Почти половина нардепов не гнушают собрать из госказанной деньги на аренду отельных номеров. Вот декларация Евгения Мураева. Человек он не бедный, имеет дорогие часы, 18 миллионов гривен налички и еще несколько миллионов в иностранной валюте. А рядом в графе указаны скромные 168 тысяч гривен государственной компенсации за отельный номер. Руслан Демчак, который переживает, что на субсидиях никто богатый не нажился, сам имеет 133 миллиона гривен наличкой и арендованный дом площадью 355 квадратов в Лондоне. А в Киеве живет в отеле за казенный счет. У меня есть номер, я живу за Киевом, а иногда я там не чую. И тем самым поступает не только благоразумно, но и благородно. Взагаля, отель Киев. Если бы не эти перерахования Зарховной Рады ему на рахунок, то он бы давно был с банкротом не здесь. А это допомога одной государственной установки, другой – государственной установки. Владимир Порасюк спасать отель Киев отказался и снял квартиру недалеко от места работы, на Печерске, за 12 тысяч государственных гривен. Можно або квартиру, або в отеле Киев за одни-кисами кошки. Когда-то был разрахунок за договором. Теперь это просто гроши приходят на банковский рахунок и делай с ними, что хочешь. Ну вот такая монетизация. Ну тут немного неправильно. Тут не треба никакой монетизации. Необходимы ли такие льготы депутатам? Сами нардепы отказываться от них не готовы. Тут треба разразняти. Польга – это то, что ты имеешь, не заслуживши. А работа и забезпечение функциональных областей – это совсем другое вопрос. Получается такая функциональная арифметика. Возьмем человека без мандата. Вот обычный житель Киева со средней зарплатой 10 тысяч гривен. За эту сумму работник сам снимает себе жилье, оплачивает коммуналку и проезд. А вот человек с мандатом. Зарплата – 17 650 гривен, плюс 14 тысяч на аренду жилья, плюс 2 тысячи на транспортные расходы. К примеру, в 2015-м на обеспечение Верховной Рады из бюджета потратили 671 миллион гривен, а в 2016-м больше 900 миллионов. Только на компенсацию жилья слугам народа уходит 2,5 миллиона ежемесячно. Обещанная монетизация субсидий потянет примерно на 45 миллиардов гривен, а монетизация других льгот – еще на 25. Эта сумма для украинского бюджета неподъемная, поэтому реформа растянется на долгие годы. Льготников сократят, соцпомощь пересмотрят. При этом чистка вряд ли коснется получателей льгот по мандату. Павлина Василенко, Галина Якушко, Сергей Коваль. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну что ж, самое время узнать точку зрения правительства на все эти проблемы. Что делать с политиками, которые не хотят выполнять требования МВФ? И что ждет Украину, если политики так и не начнут реализовывать пункты меморандума? Обсудим это с Оксаной Маркаровой, первым заместителем министра финансов Украины. Оксана, рад вас приветствовать. Скажите, сколько траншей МВФ действительно критично важно для Украины получить в этом году? Нацбанк рассчитывает еще на три. А МВФ на что рассчитывает? На самом деле нам тоже хотелось бы видеть три транша. Вы знаете, эти транши идут все в резервы Национального банка. Тому чем больше траншев мы получим, тем стабильнее будет ситуация в первую очередь с валютою. Однако главное, конечно, это не сами транши, а это программа реформ. Перегляд перед каждым траншем, который подтверждает, что мы движемся в правильном направлении. И это большой сигнал для инвесторов. А инвесторы нам нужны для того, чтобы экономическое увеличение мы поддержали. Потому что, ну, на самом деле, главная задача нашего уряда – это максимально увеличить экономическое увеличение, максимально больше зарабатывать как страна, и тогда для нас не таким критичным будет получение траншев. Хорошо, Оксана, что будет, если трех этих сигналов позитивных для инвесторов в этом году все-таки не случится? Вы рассматриваете негативный сценарий, что ни одного транша мы больше не получим? Мы працюем над тем, чтобы максимальная их количество отбылась. Но одновременно, много очень усилий уряд вытрачает именно на развитие инвестиционной привабливости, развитие промышленности и так далее. Для того, чтобы задействовать те факторы, которые не залежат от того, что мы получим транши или не получим, мы должны двигаться вперед. Хорошо, Оксана, смотрите, депутаты не выполнили многие пункты, большинство пунктов из прошлого меморандума, но, тем не менее, транш наш. Давайте будем откровенными. Что можно не сделать в этот раз, а на какие пункты стоит обратить пристальное внимание и все-таки выполнить, чтобы получить четвертый транш? Ну, с одного боку, я бы не перекладала бы ответственность только на депутатов. Мы все разом не встыгли вчасно деякие вещи сделать. Деякие вещи, наоборот, нам удалось сделать. Тому наш документ и наша співпрация с международными партнерами, с МВФом, зокрема, это же достаточно живый документ, наш меморандум, и наша співпрация. Тому наши партнеры тоже идут нам на встречу, там, где они видят, что для втіленя реформи, не совсем закрывают. Они видят, что больше времени нужно для втіленя реформи, например. Тому сейчас для нас действительно главными есть те реформи, которые вы все видите в меморандуме. Мы про них говорим уже полгода. Это пенсионная реформа, это земельная реформа. Это действительно те вещи, которые дадут возможность, с одного боку, сбалансировать бюджет, с другого боку, раскрыть наш инвестиционный потенциал. Хорошо. А если у депутатов не хватит голосов для принятия ни земельного, ни пенсионного, какие последствия можно спрогнозировать? Мы очень надеемся, что мы с депутатами найдем такой вариант и пенсионной, и земельной реформы, что они нас поддерживают. Вот в пятницу на вашей передаче большинство присутствующих депутатов, даже оппозиционных, сказали, что все понимают, что дыра пенсионного фонда – это проблема. Это абсолютно, мне кажется, консолидирует. Все понимают, что с этим что-то надо делать. Ту пенсионную реформу, которая уже на финальной стадии, которую мы будем пропоновать в Верховной Раде, я думаю, что большинство может ее поддерживать, потому что она справедлива. Потому что мы враховали как раз побажание, я бы сказала, большинства политических сил, когда мы говорили, что все говорили, что мы понимаем, что нужно сбалансировать пенсионный фонд. При этом все говорили, что не может быть просто повышение века, что не может быть каких-то вещей, которые несправедливы для людей. Поэтому главная характеристика этой реформы – это именно справедливая реформа, которая делает справедливой для пенсионеров. Наш фокус как раз на том, чтобы мы могли и реформу сделать для тех людей, которые сейчас работают, чтобы на них был основной акцент, и параллельно, чтобы мы могли подвищать пенсии. Поэтому эта реформа обязательно должна быть справедливой для пенсионеров. Хорошо. Если в ближайшее время эта реформа будет принята, когда пенсионерам ждать первого повышения пенсии? Я думаю, вы уже слышали, премьер-министр оголосил, что мы в жовтне уже сможем так подвищать пенсии. Это план реалистичный? Я думаю, что так. А насколько реалистично, что на следующей неделе, последней перед месячным перерывом, парламент найдет 226 голосов и проголосует за это? Как вы думаете? Ну, смотрите, я не ставила бы так критично питание саме наступного тижня. Если мы это не сделаем не на наступном тижне, а на наступном сессийном тижне, Главное, чтобы мы действительно переконали наших коллег в парламенте, чтобы они вместе с нами поддержали эту реформу, потому что это большая структурная изменя, которая сделает пенсионную систему справедливой. Хорошо. Только что в сюжете мы говорили о монетизации льгот. Вот вспомните, когда в России проводили эту реформу, там дело закончилось многотысячными, десятитысячными протестами. Не боится ли Кабмин, что люди могут и в Украине прийти под его стены? На самом деле, монетизация, я думаю, что людьми будет принята очень позитивно. Почему? Потому что на сегодняшний день, действительно, мы защитили людей, которые не могут субсидиями. Однако, большая часть этой реформы, она должна спонукать, давать плюс тем людям, которые экономят. На сегодняшний день, они этого плюса не получают. Самая монетизация позволит людям не только отримать деньги в виде субсидий, которые они смогут заплатить за коммуналку, но если они экономят какие-то деньги, эти деньги будут их. Поэтому на первом этапе монетизация – это очень позитивная вещь, именно для людей. И я думаю, что правильно скоммуникуем, если наши граждане нас поддерживают. Ну, посмотрим, как это все будет, и обязательно обсудим в наших следующих эфирах. Спасибо вам огромное. Оксана Маркарова отвечала на мои вопросы, первый замминистра финансов Украины. Еще одно обещание. Правительство МВФ каждые полгода регулировать цену на газ внутренней добычи, чтобы она не отставала от импортных цен. Вот это, пожалуй, самое интересное обещание. Во-первых, потому что фонд обычно не требует от государств конкретных решений. МВФ важно сбалансировать расходы, а вот как это будет сделано? Уже на совести страны, которая рассчитывает получить эту помощь. Во-вторых, цена на газ на международных рынках может вырасти, а значит нового повышения тарифа в таком случае не избежать. Ну, а третье – украинский газ стоит намного дешевле, чем импортный. И добывают его столько, что для потребности населения должно хватать. За последние годы на одной только разнице цен нафтогаз сгенерировал десятки миллиардов гривен. А в чьи карманы могли попасть эти деньги? И почему даже проверку нафтогаза государство провести не может? Все выясняла Елена Митясова. На газовой жиле больше трех сотен месторождений, более двух десятков добывающих компаний. А запасов, только вдумайтесь, доказанных на один триллион кубометров. С такими ресурсами жить да процветать. Но Украина, как сапожник без сапог, газ в Три дорого покупает за границей. Мы закупаем русский газ, только на него вешают этикетку. Словакия, по-моему, Польша и еще там что-нибудь. И отправляют нам. Еще с наценками, с двумя. Первая наценка – это европейского коммерсанта. Вторая наценка – это прослойка, которая еще со времен Лиценюха стоит на границе Украины и снимает свой гешер с этого газа. Могли бы обойтись и своими ресурсами. 19 миллиардов кубов газа Украина добывает ежегодно. Население использует 17, промышленность – 12. Но эти объемы с каждым годом падают. Впрочем, есть во всем этом нюанс. Даже если будем использовать только свой газ, платить за него будем как за импортный. 6 879 гривен за тысячу кубов. Требование МВФ – это в пять раз выше закупочной цены, по которой «Нафтогаз» берет его у «Укргаздобычи». Ключевая цена, по которой «Нафтогаз» закупирует газ у «Укргаздобычи», складала до последнего 1,5 тысячи гривен. Вы можете себе представить, как этот монстр доводит эту цены через разнообразные накрутки и интересы. «Нафтогаз» со своими тарифами не зрозумела компания, которая не занимается ни выводом водки, ни транспортом газа, на том, что зарубляет величезные гроши. Прибыли «Нафтогаза» действительно впечатляющие. 22 миллиарда гривен только за последние полгода. Зарплата главы НАК Андрея Хоболева – 2 миллиона гривен в месяц. От членов НАПСовета и того больше. 16,7 миллиона гривен – это на 5 членов НАПСовета в прошлом году по финплану нефтегаза должно было быть истрачено. Это абсурд. Три иностранца, госпожа Ковалева, господин Демчишин. Ну, ребята, мы как-то живем в каком-то перевернутом мире. У нас за эти деньги можно было содержать там, не знаю, какой-то район Полтавской области. Откуда такие доходы, давайте подсчитаем. В тариф 6879 гривен заложена наценка «Нафтогаза». Только на ней Монополия получает не меньше 57 гривен с каждой тысячи кубометров. Если население расходует за год 17 миллиардов кубов газа, выручка компании лишь от такой наценки – почти миллиард гривен. Также в тариф заложены налоги. Почти половина – сумма налог на прибыли НДС. Около 3,5 тысяч забирает газдобыча и еще 700 гривен расходы на транспортировку. Село вольное, но невольное. Местные жители здесь, как миллионы украинцев, стали заложниками тарифной политики. Газовый вентиль в своем доме Олег Кравчук перекрыл полтора года назад. Обогреть свои две комнаты и кухню, говорит, ему не по карману. Если пенсия 1300, как его заплатить? Они дают ту субсидию, и с ней ничего не получается. Если полную цену платить, субсидия меньше на 60 гривен у меня. Выручает старенькая печка, установленная еще до газового котла. Дровами в ней пенсионер и топил всю зиму. Вишню срезал, видите? Где монотами беру. Дрова тоже дорогие есть. Ну, за такую пенсию невозможно выжить, невозможно. И так в глубинке живут почти все. Газ заменили дровами. Дрова, если покупать, удовольствие тоже не из дешевых. Но все равно это выгоднее, чем газ. За полгода отопительного сезона он обошелся бы в 18 тысяч гривен. Просто выживаем. Я не знаю, на что-то влада смотрится. Чтобы хоть нас они пожалели, чтобы легче нам было. Чтобы сняли, может, чтобы дешевше этот газ. А пока именно благодаря дорогому газу руководство НАК получает миллионные зарплаты. И даже меняет локацию. Нафтогаз съезжает из старого офиса на улице Богдана Хмельницкого на Майдан Незалежности. Об этом сообщается в условиях тендера, размещенного на Продора. Стоимость аренды у офиса 2 миллиона гривен. Или по новому, или по старому адресу. Но в Нафтогаз должны прийти детективы НАБУ, уверен нардеп Юрий Чижмарь. Он обвинил руководство компании в уклонении от налогов и доведении предприятий ТЭК до банкротства. Но в середине топительного сезона Нафтогаз неоднократно отказывался оформлять документы о поставках топлива коммунальным предприятиям. Чем нанес украинской экономике миллионные убытки. Справедливы ли эти обвинения, готов ли Нафтогаз к аудиту? На эти вопросы нам отвечать в компании отказалось. Елена Митясова, Ирина Дьяченко, Богдан Савруцкий, Даниэль Костаковский. Подробности недели. Телеканал Интер. До сих пор не найдены ответ на вопрос, кто же должен отвечать за срыв проверки электронных деклараций. Вторую неделю подряд глава нацагентства по противодействию коррупции Наталья Корчак в центре скандала. Ее все обвиняют, но никто не может уволить. На этой неделе ее отставки требовали депутаты, а коллеги даже пытались с голосованием отстранить от занимаемой должности, но не смогли. К хору критиков присоединился и министр юстиции Павел Петренко, назначенный на эту должность, как, кстати, и Наталья Корчак, на свою стараниями Народного фронта. Почему Корчак так прочно сидит в антикоррупционном кресле? Поможет ли этот скандал вокруг агентства заменить нынешнее руководство более управляемым? И главное, успевают ли члены НПК в свободное от кадровых интриг время проверять декларации? Смотрите далее. Скандалы, интриги, без расследований. Вместо того, чтобы проверять сотни тысяч деклараций, нацагентство по противодействию коррупции выясняет отношения. Главная героиня которых Наталья Корчак. Ее отставки требуют и в Кабмине, и в парламенте. А в пятницу НПК уже пыталась само себя обезглавить, но голосов не хватило. Наталья Корчак уверенно занимает место в чиновничьей касте неувольняемых. Ведь по закону уволить главу члена НПК не могут. Ее назначает Кабмин сроком на 4 года по результатам конкурса. Убрать Корчак не могут, но накрывают лавиной критики. О ней говорят везде, и на заседании правительства. Вы сами не способны организовать работу с вашего сайта. И на согласительном совете парламента. Очень больно наблюдать, как 600 миллионов гривен, которые выделены на создание НПК, вытрачены фактически дарем. На что потрачены деньги? Почему не работает сайт? И почему уже поданные документы проверяют так медленно? Наталью Корчак на этой неделе приглашают на парламентский ковер. Назвите, какую самую премию вы себе выписали. Первое. За что? Это второе. Мы все имели возможность дать заплаты, и на каждый заплат мы даем одну и ту же самую ответственность. 200 тысяч гривен была премия, но эти премии получили все. За свою работу. Какая работа? Коллеги, заспокойтесь. Мы не гандитцы. Кома была названа. И коллеги, я прошу больше спокоить. Запущенный механизм финансирования политической партии. Запущенный процесс электронного декларования. С парламентской трибуны Корчак отбивается от словесных ударов. Сама призывает провести независимый аудит. И в который раз обвиняет в технических сбоях системных администраторов. Программный супровид и беспредельное функционирование регистра. Это работа системного администратора. Давайте мы вас звольнимо с посади. На ваше место призначим системного администратора. И будем его питать, чому это все не работает. Даже бывшие ученики призывают Наталью Корчаку идти в отставку. Чернівецького национального университета, где вы мне также выкладывали на щели, потому что невидворотность и ответственность за свои посадовые учения. Чи вы имеете возможность написать заявку и пойти в отставку? Мне очень приятно поспілкуваться, как говорят, снова и с одним из своих ученых. Поэтому, может быть, надо было бы двойку поставить за навчание. Ну что интересно, сейчас увольнение Корчак наиболее рьяно добиваются те, кто год назад посадил ее в кресло главы на ПК. Члены Народного фронта. Но теперь Минюст посылает мяч на парламентское поле. Чтобы перезагрузить на ПК, в ведомстве уже подготовили законодательные изменения про персональную ответственность руководства антикоррупционного агентства, механизм независимого аудита и лимит надбавок. Вопрос только, когда депутаты превратят эту инициативу в закон. А пока в НАПК неторопливо вручную проверяют декларации. Из 100 тысяч, поданных еще осенью, обработали 3%. Получается такой себе антикоррупционный хендмейд. И кроме НАПК у нас есть еще один орган контроля, который пока можно смело назвать декоративным. Таким себе полем для политических игр. Это счетная палата. Орган, который должен контролировать поступление и использование средств госбюджета, попросту не работает. Пока государственный аудитор фиктивный. Хотя почти год назад депутаты значительно расширили полномочия счетной палаты. Но до сих пор не могут утвердить ее состав. Членов должны избирать в парламенте рейтинговым голосованием. Что и произошло на этой неделе. Правда, с нулевым результатом. Депутаты смогли обозначить девятерых потенциальных членов счетной палаты. Но вот утвердить их не смогли. И теперь объявят повторный конкурс и повторное голосование. Но будет ли оно результативным? По-моему, большой вопрос. Каким последствиям могут привести вот такие провалы и по счетной палате, и по проверке электронных деклараций, и вообще по борьбе с коррупцией? Обсудим с Оксаной Продан, народным депутатом и одним из самых известных экономистов в украинской политике. Приветствую вас, Оксана. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Скажите, почему парламент так не смог назначить членов счетной комиссии? Что происходит? Что это за чехарда? На самом деле, если мы посмотрим на те фракции, которые не голосовали за утверждение общего состава, за утверждение этих девяти избранных, это Народный фронт и Радикалы. Это фракции, которые громче всех кричали против главы НАЗК в парламенте, но которые, очевидно, отказались менять Рахункову счетную палату, для того, чтобы она начала работать и контролировать коррупционные схемы именно в использовании государственных денег. Ну хорошо, а чего конкретно могут бояться те, кто не хочет, чтобы счетная палата наконец-то заработала? Ну, кто может не хотеть контроля за использованием бюджетных денег? Только те, которые их неэффективно используют. Хочу напомнить, у нас с 2014 по 2016 год руководителем правительства был представитель Народного фронта. Я думаю, что это одна из тех причин, почему Народный фронт не обновил состав счетной палаты, таким образом оставил старый состав счетной палаты, который абсолютно уверен в том, что он работает. И я получила анонимное письмо, подписанное члены счетной палаты, но без ни одной подписи после наших заявлений о том, что мы заставим счетную палату работать и отрабатывать те деньги, которые в них государственный бюджет сегодня вкладывает. Они написали, что мы работаем, но я уверена в том, что ни один из нас, кто хоть капельку анализирует использование бюджетных денег, не может это подтвердить. Потому что то, что они осваивают бюджетные деньги, это одно, но то, что они не могут отчитаться о том, где преступления, которые они выявили, где те результаты аудитов, которые они передали в НАБУ, в Генеральную прокуратуру, этого никто не видит и никто не видит результаты их работы. Хорошо, а как долго может длиться вот это негативное влияние? Когда может решиться вопрос со счетной палатой? Когда она, грубо говоря, может заработать? Есть хоть какая-то надежда? Надежда, конечно, есть. Она умирает последней. До тех пор, пока не объявили новый конкурс. У нас еще есть результаты старого, но бюджетный комитет, скорее всего, на следующей неделе объявит новый конкурс на членов счетной палаты. И, в принципе, конкурс тогда, когда они его проводили, проходил в течение двух-трех недель. Сам комитет его провел. И потом глава парламента не выносил этот проект решения больше, чем полтора года. В принципе, 2-3 месяца с момента объявления конкурса, это максимум, который необходим. Дальше это решение фракции, которые готовы голосовать. К сожалению, Народный фронт и Радикальная партия в этот раз показали полностью свою суть. Они против того, чтобы контролировались государственные деньги. Слушайте, нам, журналистам придется более внимательно следить за этим вопросом. Будем рассказывать зрителям дальше, как продвигается и кто блокирует создание счетной палаты. Давайте же по другому агентству теперь. Что происходит вокруг агентства по противодействию коррупции? Верховная Рада действительно хочет принять очередные поправки и изменить его руководство. Вот такой вопрос. Вообще в руководстве там дело или нет? Я думаю, что руководство тоже имеет место быть, потому что на самом деле очень важно, кто выполняет. Знаете, как не место красит человека человек-место, мы это знаем давным-давно. Но здесь я боюсь очень того, что вот сейчас искусственно создается вот этот вот ажиотаж вокруг НАЗК для того, чтобы изменить закон и изменить структуру НАЗК. На сегодняшний момент члены НАЗК, они независимы от руководства. На сегодняшний момент каждый из них имеет свое направление работы. И в принципе заставить их что-либо делать очень сложно, я думаю, что и невозможно на данный момент. И исходя из того, что сайт не работал именно не из-за самого НАЗК, а из-за технической службы, которая его не обеспечивала. И хочу обратить внимание, я декларировала свои доходы и в первый раз, в первую волну и сейчас. И как в первый раз, так и сейчас. Последние два дня сайт работал. То есть поднимается шум, поднимается волна, ажиотаж, а потом он раз и работает. Но это же не бывает просто так. Дискредитируется сама идея. Да, то есть дискредитируется идея декларирования, контроля за декларациями. Таким образом, все декларации, которые проверяются, уже получаются исключительные. Почему эти, а не те? Это одна часть, а есть другая часть. Есть повод для того же Народного фронта инициировать изменения в закон и таким образом сделать НАЗК зависимым. Сделать структуру НАЗК зависимым. И дергать как за ниточки. И дергать за ниточки, как, например, сегодня Рахункову палату, которая старалась. Еще о борьбе с коррупцией, если можно коротко, вы верите, один из пунктов требований МВФ увеличение полномочий НАБУ. Реально это пройти через парламент или нет? Я думаю, что шансы пройти через парламент есть. И исходя из того, как себя сегодня ведет НАБУ, есть смысл рассматривать эти изменения. Конечно, смотреть их смысл и рассматривать их в парламенте. Это надо делать. Надо. Об этом мы говорим буквально сейчас. Вам спасибо за ответы. Спасибо, что нашли время. Оксана Продан, Народный депутат Украины, была гостем подробностей недели. Почему важно ловить? Потому что, то, о чем мы говорили только что с Оксаной, потому что мы наблюдаем сейчас картину, когда красиво ловят, но посадить не могут. Украинские чиновники, которых обвиняют в коррупции, не просто гуляют на воле, а норовят уже вернуться обратно в удобное им кресло. Как им это удается? Почему дела о взятках рассыпаются в судебных инстанциях? Про секретное оружие старой системы в войне с украинскими взяточниками. Елена Зорина. Их задерживают, словно по сценарию боевика. Это не аватиня, это национальная... Не надо, пожалуйста! Судьи, прокуроры, ректоры и даже топ-чиновники горят на взятках, откатах и хитроумных схемах. Шоу под названием «Поймать коррупционера» украинцы наблюдают чуть ли не каждый день. Учины нетяжкого умысла, акульсимого криминального права порушению в истории службовой идеальности, передбачена часть 2 ст. 364 Криминального кодекса Украины. А после вроде бы и доказательства есть, но и возможности для маневров остаются. Громкие задержания, огромные суммы денег при обыске и не только. А в итоге абсолютно чистый вместо нар на прежнее рабочее место. Прям как ничего и не было. Почему коррупционерам удается выйти сухими из воды? И кто им в этом помогает? Судьи, прокуроры или те, кто стоит за ними? Самая громкая история прошлого месяца. Задержание главного фискальщика страны Романа Насирова. Какой диагноз подскажите, пожалуйста? Вы доктор? Инфаркт миокарда. Это связано с газовым делом, заявили в НАБУ и подсчитали. Ущерб от действий чиновника составил 2 миллиарда гривен. Но не успели детективы показаться на пороге, как он слег на больничную койку. Окончание следствия в СИЗО Насиров не дожидается заплаченный залог и электронный браслет. Я вообще не понимаю, откуда произошло это вопрос. Чувствует он себя достаточно нормально. Он часто встречается с адвокатами. А вот с журналистами пока нет, да и со следователями все реже. На этой неделе в НАБУ заявили вопросов к Насирову больше не имеют. Мол, доказательств его вины достаточно. Я очікую детективів завершення документального расследования установленного законом двомесячного сроку. Тобто це буде орієнтовано першим травмом. Але не виключаючи, що бачимо, наприклад, необхідність продовження того слідства до трьох чи до шестих місяців. Армия адвокатов, сейчас их у Насирова 5, готовится к судебной войне. Мы не видим вообще вины Насирова в подписании так называемой рассрочки налогового долга, потому что это достаточно сложная процедура, в которой задействованы десятки людей. И, собственно говоря, если бы Насиров не подписал те документы, которые были подготовлены, что называется, снизу доверху, то тогда в этом случае была составляющая коррупции. Убегать из страны, убеждает адвокат, чиновник не собирается. А вот возвращаться на работу возможно. В принципе, такая перспектива существует. Не дожидаясь решения суда, он продолжает заниматься тем, чем и занимался до коррупционного скандала. Владимир Петрович на роботе? Да. А можно от у него? Нет. А чего? Совещание. Пойманный в августе прошлого года на взятки в 100 тысяч евро, тогда исполняющий обязанности ректора Национального авиационного университета Владимир Харченко, в своем рабочем кабинете. Я прицеповал незгоды. С урезанными полномочиями, без права первой подписи и представления университета, он продолжает трудиться. Правда, не как и у ректора, а как проректор по научной работе. Детективы о нем как-то забыли. Харченко здесь работал с августа по ноябрь. И САПИ на БУ не обращался с определением. Первое определение, если не ошибаюсь, суда вышло 15 ноября 2016 года. Действительно ли прорехи в законодательстве помогают? Или может быть это все для отвода глаз? Договориться, откупиться и забыть все как страшный сон еще во время следствия? Или идти в суд, чтобы получить индульгенцию наверняка? А может и вовсе сбежать вариантов масса? Только каждый пятый коррупционер носит ответственность в суде. Чем больше человек, чем выше посадка, тем больше шансов, что дело будет затянута и развалена. Для того, чтобы не оказаться на нарах, убеждает эксперт, для ВИП-подозреваемых существуют и ВИП-расценки, так называемый тариф договорной. В связке могут работать и следователи, и прокуроры, и судьи. Но иногда достаточно просто нанять хороших адвокатов. Это отводы судей, большая количество клопотаний, которые заявляются. Это, естественно, хвороба. Чем выше вина, тем, в принципе, сумма стает выше. Скажем, початковый этап, о котором неофициально говорят, это 10% от суммы, которая инкриминуется. Сейчас занимаюсь предпринимательской деятельностью. Он один из двух так называемых бриллиантовых прокуроров. Тех, которые погорели на взятки в 3 миллиона гривен. Самое громкое дело двухлетней давности. 102 бриллианта, общим весом 4,7 карата. Они из ломбарда были куплены, чтобы сделать ювелирное изделие для супруги. Александр Корнеец, бывший зам прокурора Киевской области. Именно в его квартире нашли драгоценные камни. Теперь они хранятся у следователя. А бывший прокурор, которому грозит 12 лет тюрьмы, все ждет приговора. По сути, уже больше року, мне кажется, эта справа находится в суде. Каждый раз есть какие-то терминивания. Дуже гучно раздула эту справу, потому что она была абсолютно показовая работа СБУ, с прокуратурой, которую я когда-то разом спрацовала. Ни в одном из тех обвинительных актов, в которых правильный суд, нет ни прямых, ни косвенных доказательств. Судьи не хотят принимать законное решение, не хотят носить оправдательный приговор. Боятся, скорее всего. Корнеец уверен, тянут по тому, что должны оправдать. И как только это произойдет, намерен восстановиться в прежней должности. Меня уволили незаконно, меня лишили чинов, пенсии и всего прочего. Мне нужно восстановить свое доброе имя, честное. Возможно, когда буря поутихнет и в Украине подзабудут этот скандал, суд станет на сторону обвиняемого. Пока же исследователи и служители Фемиды предпочитают отмалчиваться. Тишина в таких вопросах гораздо эффективнее. Елена Азорина, Марьяна Бурякова, Сергей Килимник и Василий Миновщуков. Подробности недели телеканал Интер. Кстати, коррупцию в Украине на этой неделе оценили и в НВФ. Согласно подсчетам фонда, без сокращения уровня взяточничества наша страна в ближайшие десятилетия не сможет сократить отставание от среднеевропейских экономических показателей. Такое же значение борьбе с коррупцией придают и во Всемирном банке. Там эту задачу ставят в один ряд с пенсионной, земельной и медицинской реформами в Украине. Об этом говорится в интервью директора Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдовы, опубликованном в газете «Зеркало недели». А еще говорят о том, что украинские министерства чересчур медлительны и не успевают расходовать средства по проектам, которые финансирует Всемирный банк. Вот удивительно, правда, чтобы получить средства МВФ, соглашаются чуть ли не на любые условия. А сотни миллионов долларов, которые уже могли бы работать в Украине, оказывается, остаются у нас неиспользованными. А вот как использовать шансы, которые предоставляет Украине безвизовый режим? Чего ждать от первого визита в Москву нового госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона? И не останется ли без внимания западных стран война на Донбассе на фоне новых столкновений в Сирии? Обсудим все это через 8 минут после рекламы. Подробности недели мы продолжаем эфир и возвращаемся в него с, пожалуй, самой главной мировой новостью. 59 томогавков на этой неделе полностью изменили расклад сил на Ближнем Востоке. Америка возвращается в регион, причем сразу в главной роли. А война в Сирии снова превратилась в проблему номер один для всего мира. США уже говорят, этот удар может быть не единственным. Политики в России наконец смогли преодолеть растерянность первых дней. И говорят, что отношения с Америкой в конец испорчены. А что же происходит в самой Сирии? И какими будут следующие ходы основных игроков? Выяснял Сергей Ауслендер. События, которые изменили расклад сил на Ближнем Востоке, уместились буквально в несколько дней. Рано утром, 4 апреля, авиация сирийской армии нанесла удар по городу Хан-Ши-Хун в провинции Идлиб. Из разорвавшихся ракет валил странный дым. Люди умирали от удушья в мухах. По свидетельствам очевидцев, это было химическое оружие. Более ста погибших, среди них множество детей, сотни пострадавших с симптомами тяжелого отравления. Когда самолеты нанесли первый удар, наша команда была на месте. Три человека из службы спасения первыми достигли места, где взорвалась ракета. Это было химическое оружие, но они не знали об этом и быстро потеряли сознание. Когда мы прибыли, то стали эвакуировать пострадавших. Мы видели, как изо рта у них идет пена, а мы успели унести двоих. После тоже потеряли сознание. Характер поражений, который по фото и видеоматериалам изучили израильские химики, ясно указывает на применение нервно-паралитического газа, вероятнее всего, зарина. Сирийские власти тут же возложили ответственность на повстанцев, которые контролируют город, но тут неожиданно вмешались российские военные и опровергли версию официального Дамаска. Вчера в период с 11.30 до 12.30 местного времени сирийская авиация нанесла удар в районе восточной окраины населенного пункта Хан-Шейхун по крупному складу боеприпасов, террористов и скоплению военной техники. На территории этого склада находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляющими веществами. Из этого заявления следует, что сирийские военные хорошо знали, что именно бомбят и какими будут последствия. Мир буквально встал на дыбы. Британия, Франция и США внесли в совбез ООН проект резолюции, осуждающий Дамаск, но Россия его заблокировала. У нас нет никаких сомнений, что вся ответственность за этот ужасный инцидент лежит на сирийском режиме во главе с Башаром Асадом. Мы думаем, самое время для России хорошо подумать о дальнейшей поддержке Дамаска. Президент Трамп, потрясенный кошмарными кадрами из Идлиба на срочно созванной пресс-конференции, заявил, что это преступление не останется без ответа. И в ночь на пятницу американский флот нанес мощный удар крылатыми ракетами «Тамагав» по военной базе «Шатрит», откуда взлетали самолеты, бомбившие Хан Шейхун. Дамаск и Москва в шоке. Такой реакции не ожидал никто. МИД России разразился громкими заявлениями. Примерно такие же последовали от сирийских военных. Не удосужившись ни в чем разобраться, Соединенные Штаты Америки пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом. Соединенные Штаты Америки не первый раз демонстрируют подобный бездомный подход. Удара судили Россия и Иран. Израиль одним из первых выразил однозначную поддержку американской операции. Да еще Украина, страны Евросоюза и государства Ближнего Востока. Мы рассматриваем это как позитивный и конкретный шаг против военных преступлений режима Асада, совершенных с применением химического и обычного оружия. Но достаточно ли этого? Нет, я считаю, совершенно недостаточно. Российская пропагандистская машина заработала на полную мощность, рассказывая о крайне низкой эффективности удара. Мол, половина ракет вообще не попала в цель. Но выводы израильских специалистов, исследовавших спутниковые снимки последствий налета, говорят об обратном. Точность была исключительной. Ракеты буквально влетали в ворота ангаров. Да и не в точности дела. В американской международной риторике есть такое понятие «sending a message», то есть передать месседж противнику, в данном случае Сирии. Понятно, что не зря была выбрана именно эта база, с которой взлетели самолеты, которые нанесли химическую атаку по мирному населению. Но главный вопрос, над которым сейчас бьются эксперты, кому именно предназначался этот убедительный месседж в виде 59 томогавков. И далеко не все придерживаются мнения, что именно Дамаск. Если говорить о том, что Дамаск это столица сирийского государства, то практически нет Дамаска как столицы Сирии. Потому что нет Сирии, есть 5-6 анклавов. Это предупреждение в первую очередь палачу из Дамаска. И во вторую очередь, может быть и в первую, и в России. По сути, американский президент Трамп начал ревизию политики своего предшественника на Ближнем Востоке. А еще американский налет нанес серьезный удар по военному престижу Москвы. Российские власти неоднократно утверждали, что их комплексы ПВО надежно защищают небо над Сирией, но при этом ни один томогавк не был ими поражен. Поражен. Недаром же за несколько часов до налета американцы предупредили Россия на нем, давая возможность выбора или проигнорировать атаку или ввязаться в полномасштабный конфликт. Сергей Ауслендер. Подробности недели. Ближневосточное бюро. Телеканала Интер. Из-за Сирии уже отменил свой визит в Москву британский министр иностранных дел Борис Джонсон. Уже завтра он должен был приехать в Россию. Но вместо этого решил сосредоточиться на переговорах со своими коллегами по Большой Семерке, которые начнутся тоже завтра в Италии. Главной темой этих переговоров будет ситуация на Ближнем Востоке и поддержка России Башара Асада. А вот американский госсекретарь Рекс Силерсон не стал отменять свой визит в Россию, запланированный на следующую неделю. Правда, встреча с Владимиром Путиным из графика госсекретаря исчезла. Ну а вот встреча с Сергеем Лавровым все-таки состоится. И на ней Тилерсон намерен представить доказательства, что в Москве знали о применении войсками Башара Асада химического оружия и попытались это скрыть. Информацию об этом распространила сегодня одна из британских газет. Главная цель госсекретаря США побудить Москву отказаться от поддержки Асада. Удастся это или нет, увидим уже через несколько дней. А вот что уже хорошо видно, это изменение имиджа Дональда Трампа. Еще недавно казалось, что этот президент уж точно не станет вмешиваться в дела за пределами Америки. Но вот теперь складывается впечатление, что он не намерен останавливаться. Как американцы воспринимают такого нового Трампа, еще более решительного и готового вмешиваться в ситуацию за океаном? Давайте узнаем у Дмитрия Новченко, он с нами на связи из Вашингтона. Дима, приветствую. Ну что, как в самой Америке отреагировали на это решение Трампа и каким в Америке предполагают развитие событий вокруг Сирии? Леш, ну если говорить о реакции, то реакция двоякая. С одной стороны, это удивление. Никто не ожидал, что Трамп поступит так резко, что он примет решение, не посоветовавшись практически ни с кем, кроме ключевых членов своей администрации, буквально нескольких человек. С другой стороны, это поддержка, поддержка неожиданная, поддержка даже от тех СМИ, которые традиционно критиковали Трампа по поводу, без повода. Ну вот стоит только CNN посмотреть или стоит просто взять смартфон или ноутбук и в Гугле набрать всего два слова Трамп и Россия. И вот раньше это был бы просто шквал публикаций, публикаций критических, публикаций о том, что команда Трампа якобы согласовывала свои действия с Кремлем. Ну а сейчас тональность сменилась, сейчас все пишут, да, Трамп поступил вопреки воле Кремля. И даже стоит посмотреть, допустим, на реакцию политиков, которые были в команде Обамы. Ну вот свежее издание, свежий номер влиятельной здесь газеты «Политику», поинтересовались мнением Джона Керри, бывшего госсекретаря, который тоже сказал, что да, вот в этом сирийском решении, в решении об ударах по авиабазе, он поддерживает Трампа. Так что реакция это и удивление, и поддержка, причем и общественного мнения, и СМИ, очень серьезная поддержка. Ну а если говорить о том, что будет дальше, вот я не хотел бы здесь гадать, я просто приведу два мнения, которые появились в последние 24 часа. Почему это важно? Потому что раньше эти же сами политики немножко другое говорили. Так вот, госсекретарь Тилерсон, CBS News задали ему прямой вопрос, вопрос в лоб, возможно ли интервенция. Он ушел от ответа, он не сказал ни да, ни нет, он лишь сказал, что для Соединенных Штатов самое важное это разгромить исламское государство, справиться с исламизмом. Ну а затем уже они будут думать о том, вот как все организовать, как организовать мирное урегулирование в Сирии. Все бы ничего, но есть еще более откровенное интервью, и дала его CNN Ники Хейли, новый посол Соединенных Штатов при организации объединенных наций. Понятно, что дипломат такого уровня, интервью такого уровня, да еще и телекомпании, которые не очень-то любят в Белом доме, не стало бы давать без согласования наверху, без санкций сверху. Так вот, я хочу просто обратить ваше внимание на ту фразу, которую сказала Хейли. Думаю, важно это просто дословно процитировать. Хейли сказала, что нет никакого варианта, при котором политическое решение произойдет с Ассадом во главе режима. Вот тут важные слова. Политическое решение, то есть прямой намек о том, что если Ассад не уйдет, то решение может быть военным. Поэтому, подводя итог, действительно, многие в Вашингтоне, кто вот так намеками и полунамеками, а кто и откровенно говорит, что да, может быть продолжение военной операции Соединенных Штатов Сирии. Леша. Дима, еще один вопрос. Скоро госсекретарь США будет с визитом в Москве. Предсказуемо, Сирия станет главной темой, а другие темы, например, украинская, могут обсуждаться? Леша, ну еще несколько дней назад я однозначно сказал бы тебе, да, Украина, Донбасс будут в повестке дня этой московской встречи Тилерсона. В госдепе была информация овдерекордс, информация для журналистов. В принципе, информация не под запись, но ее можно сейчас процитировать. Там перечисляли темы переговоров, и Украина в повестке дня была. Однако последние события настолько серьезно поменяли и повестку дня, в принципе, внутриамериканскую, и повестку дня этой московской встречи Тилерсона, что дипломаты, с которыми я с утра сегодня говорил, сказали мне, скорее всего, увы и ах, до Украины дело не дойдет. Лавров и Тилерсон могут перейти к другим вопросам, только если они достаточно оперативно найдут общую точку зрения по Сирии, по вопросу о том, остается ли Асад, ну, а это тоже маловероятно, потому что у нового государственного секретаря в Москве теперь будет вовсе не такая комплементарная и увеселительная поездка, а будут очень тяжелые и жесткие переговоры. Студия. Спасибо. Дмитрий Анопченко был с нами на прямой связи из Вашингтона. Вот, кстати, Ангела Меркель не стала отменять переговоры в России, они назначены на 2 мая. Несомненно, Сирия тоже будет главной темой встречи немецкого канцлера с Путиным, но и войну на Донбассе Меркель точно не забудет обсудить, ведь именно Германия сейчас тот локомотив, который пытается сдвинуть с мертвой точки поиск возможного выхода из этой войны. Впрочем, пока этого локомотива явно недостаточно даже для того, чтобы решать самые острые гуманитарные проблемы, вызванные войной на Донбассе. На этой неделе на переговорах в Минске стороны в который раз призвали Россию освободить всех пленных. Ведь сейчас в заложниках у боевиков 121 человек. Причем боевики до сих пор отказываются даже признать тот факт, что удерживают именно столько украинцев. Подтверждают только 50 заложников и требуют за их освобождение 600 своих. За все время неоглашенной войны из плена освободили более 3000 человек. Руслан Смещук собрал три драматические истории. Тех, кому удалось вырваться из ада плена и тех, кто еще продолжает жить надеждой на возвращение. 17 сентября прошлого года. Эти кадры облетели весь мир. Украинского патриота Владимира Жемчугова освобождают из плена боевиков. Он почти слепой, без обеих кистей. Но главное – дома. Алло, алло, мама. Тихо, 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 тихо. Мама, я приехал. Владимир Жемчугов родился на Донбассе. В последние годы жил в Грузии. Но с началом войны вернулся на восток Украины. Пошел в сопротивление воевать с сепаратистами. В ноябре 15-го подорвался на растяжке под Луганским аэропортом и попал в руки боевиков. Это видео допроса Жемчугова, сделанное в плену. Я когда очнулся после взрыва, понял, что я ранен. Я торвал руки, я вышел на дорогу. Я хотел, чтобы я спела машина. А дальше был почти год ада. Но Владимир выжил, и ему повезло. Его освободили. Уже после обмена Жемчугов уехал в Германию. Там за деньги немецкого правительства ему сделали 6 сложнейших операций. Протезировали руки и частично восстановили зрение. До освобождения, будем так говорить, до самого освобождения я не держался за жизнь. В какой-то момент я пытался с собой покончить. После операции первых, у меня начало возвращаться зрение. Я начал различать предметы. И, знаете, как-то интересно, каждый день, каждый день, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот это тогда у меня появилась какая-то, знаете, такая в душе надежда, что я смогу жить нормально. Мы встретились с Владимиром и его женой Еленой в одном из киевских парков. После освобождения из плена они всегда вместе живут в столице. Владимир ни на что не жалуется. Говорит, его судьба после освобождения сложилась удачно. Хотя по нынешнему законодательству он просто человек, получивший бытовую травму. Ведь закона о пленных в Украине до сих пор просто нет. Я гражданин, гражданский житель оккупированной территории. Я пошел воевать с оккупантами. У меня нет ни одного закона на сегодняшний день в Украине, который мог бы меня не то что социально как-то защитить, экономически поддержать. Я вот сейчас буду оформлять инвалидность. Я пойду оформлять инвалидность, вернусь уже с лечения. И как бытовая травма у меня. Я подорвался на Минополе, как бытовая травма. Закона нет, а пленные есть. И их тысячи. За все время войны на Востоке из рук боевиков освобождено больше трех тысяч людей. И военных, и гражданских. Но еще больше сотни до сих пор находятся в плену. Мы живем в очень сложное время. Очень сложное время, которое можно назвать временем выбора. Этот выбор всегда между добром и злом, между светом и тьмой, между миром и войной. Это Игорь Козловский. Религиевед, преподаватель кафедры философии Донецкого национального технического университета. Запись была сделана 16 марта 2014 года на проукраинском Майдане. Из оккупированного Донецка Козловский так и не выехал. Он остался ухаживать за сыном-колясочником. Парня удалось вывезти в Киев, а вот его отец попал в плен. Состояние здоровья в его ухудшилось, потому что он находится уже год и два месяца, почти год и три месяца в заточении. Без нормального питания, без солнечного света, без прогулок. У него точно обострился артроз колена. В первый месяц он подвергался пыткам. Там были какие-то повреждения ног. Мы знаем по косвенным данным, что ноги болят. Игорь Козловский не участвовал в боевых действиях, но освободить его никак не получается. В Донецке его даже в списки по обмену пленными не хотят вносить. Звучали разные версии. То, что он шпион, то, что он изготовляет взрывчатку, хранит оружие. Последнее, то, что говорили, это то, что он гражданин ДНР. Поэтому они его не рассматривают как участника конфликта и, соответственно, не включают в список. То есть он там у них арестован за хранение оружия. Родственники Игоря начали активную интернет-компанию по его освобождению и очень надеются на широкий резонанс и вмешательство политиков. На чудо надеются родственники Сергея Глондаря, боец спецназа из Кропивницкого, попал в плен 784 дня назад на Дебальцевском плацдарме. Тогда его группа попала в засаду. Из плена Сергей написал жене три письма и несколько раз говорил по телефону. В последний раз он выходил на связь 10 месяцев назад. Екатерина с женами и родственниками других пленных неоднократно обращалась в разные инстанции, проводили митинги, требуя, чтобы их близких вернули домой. Тогда эти кадры показывали почти все общенациональные каналы. Но пока все тщетно. Самая большая мечта Екатерины, чтобы Сергей вернулся домой и познакомился со своей собственной дочерью. Сейчас в плену у боевиков как минимум 121 украинец, а более полтысячи человек считаются пропавшими без вести. Руслан Смещук, Елена Брынза, Елена Миндалюк, Сергей Еременко, Павел Лысинга, Евгений Пахальчук. Подробности недели телеканал Интер. Как проходят переговоры по обмену пленных? Почему пока нет результата? И что известно о местонахождении наших заложников на оккупированных территориях? Обо всем этом мы спросили у полномоченной президента по мирному регулированию конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирины Герасченко. Она активно участвует в работе групп по освобождению наших пленных. Ее комментарии далее. Насправді в Мінску представники ОРДО и ОРО підтверджують місцезнаходження близько 50 громадян України. И, власне, в першу чергу, мова йде про наших військовых, яких больше двух років уже отримують на неконтрольованих территориях. И зараз в основном вони перебувають, якщо мова про ОРДО, то в Макеевской колонії. Ну, и також у нас есть кілька військовых в Луганской области. Також мы, звичайно, в цей перелек людей, звольнення которых мы требуем, мы включаем и цивильных осіб. Там есть и волонтеры, там есть и известный религиознавец Игорь Козловский. Но вот как раз Игоря Козловского, другая сторона, не включает список, мотивуючи это тем, что он гражданин Донецка. И поэтому, начебто, он должен сейчас проводить покарание за абсолютно надуманными подставами, за каким-то там криминальным кодексом так званого ДНР. И, очевидно, что это неприпустимые вещи, поэтому мы боремся, в первую очередь, за то, чтобы расшукать всех людей, которые в списке 121, становить их местознаходжение и звольнить их. Ну, еще раз наголошу, что украинская сторона, за этого списка 121, мы знаем местознаходжение близко 70 людей, а другая сторона нам подтверждает только близко 50-50. И, на жаль, мы должны констатовать, что за последний месяц у нас увеличилась количество заручников на 10 людей. А еще в Минске в который раз договорились о режиме тишины. Прекратить обстрелы стороны должны были с 1 апреля, а 6-го развести войска в районе станицы Луганской. Но все это в который раз оказалось фикцией. Перемирие снова обстреляно. Боевики накрывают огнем и мирные кварталы Авдеевки, и позиции военных. Настас Кухарчук побывал буквально в 50 метрах от позиции врага, на передовой. Он говорит, в режиме тишины уж слишком громко слышны звуки взрывов и стрельбы. Только за одну ночь на одной позиции перемирие обернулось ранением для двух бойцов. Дома без окон, разбитые снарядами. Это старая Авдеевка сегодня. Город еще не оправился от зимних массированных атак, как снова начались бои. Только за последнюю неделю перемирия наемники трижды накрывали огнем частный сектор. За этим домом сарай. В сарай попало, и вот сосед рядом, да, пустой план. Ну, это он большой, это его все. И там в огороде один, возле погреба. И хозяина ранила. Зимой наши военные отодвинули линию фронта от Авдеевки, оттеснив противника на несколько километров. Местная промышленная зона стала буфером между украинским городом и русским миром. Хотя мира здесь давно не было. А здешние обитатели уже привыкли к постоянной войне. А куда деваться? Хочешь, не хочешь, а привыкешь. Люди давно не верят в официальные перемирия. Не верят в них и военные. Для защитников Авдеевки объявленный с первого дня режим прекращения огня был шансом хоть как-то отдохнуть от интенсивных боев. Ярослав на свой день рождения планировал взять отпуск и поехать домой. Но поздравления парень принимает на передовой. Спасибо за поздравления. Доброго, доброго, давай. Не, ну конечно, конечно. Доброго, давай. Пока на позициях короткое затишье, бойцы спешат приготовить для именинника праздничный ужин. Макароны с тушенкой. А так затишья пока нема. Сейчас почуете звуки. Будет начинать гепать потихоньку. Ближе к вечеру в окопах полная боевая готовность. Отсюда до противника каких-то 30-50 метров. Одессит Игорь говорит, с боевиками даже можно перекрикиваться. Вот только желания у бойцов нет. Уж слишком высока цена у этого формального перемирия. Пейзаж на позициях ужаснее не придумаешь. Здесь не услышишь даже весеннего пения птиц. Селиться им тут уже негде. Некогда цветущие сады бывших авдеевских дач скошены осколками. А ангары промзоны боевики превратили в груду бетона. В перемешку с металлом. Закрываете крылья, мы на прием. Работает ихний миномет. 120-й. Открывать ответный огонь без команды бойцы не имеют права. Перемирие. Стиснув зубы, ребята ждут. В первые 20 минут обстрела на наших позициях уже есть раненые. Поэтому с приказом на ответку командиры не медлят. Ну а о каком перемирии здесь можно говорить. Боевики то затихают, то снова с большей интенсивностью и злостью начинают обстреливать наших военных. Для того, чтобы их хоть как-то успокоить, ребятам приходится открывать огонь в ответ. То затихая, то нарастая с новой силой, очередной бой за промку длится до самого утра. Заканчивается лишь с восходом. Кто-то из бойцов расслабляется, просматривая российские новости. Украинское телевидение здесь не берет. Кто-то греется чаем, а кто-то спешит позвонить родным. Сообщить, что живой. А так все нормально. Все долго. Ну, тихо. Так как все работаешь, когда все за тысячу. Станислав Кухарчук, Вадим Ревун, Владимир Малахов. Подробности недели. Телеканал Интер. На этой неделе прошла целая череда терактов по всему миру. Сегодня, в Вербное воскресенье, в Египте, произошло сразу два взрыва в христианских храмах. Первый в Коптской церкви в городе Танта. Во время богослужения себя подорвал смертник. А спустя несколько часов взрывное устройство сработало в храме в Александрии. В двух терактах погибли больше 40 людей, а больше 100 получили ранения. Позавчера теракт потряс Швецию. В Стокгольме грузовик выехал на пешеходную улицу. Четыре человека погибли. Еще 15 травмированы. Причем жертв могло быть больше. В машине нашли сумку со взрывным устройством. В этот же день террориста задержали. Им оказался выходец из Узбекистана, который поддерживал идеи ИГИЛ. Сейчас ищут его сообщников. В понедельник в Санкт-Петербурге в вагоне метро подорвался смертник. Погибли 14 человек. В больницах до сих пор остаются 45 пострадавших. Ответственность за теракт пока на себя не взял никто. В Москве и Питере полиция арестовала 8 подозреваемых в организации взрыва. И в столице Норвегии, Осло, теракт удалось предотвратить. Там вовремя обнаружили бомбу возле одной из станций подземки. Задержали и подозреваемого. Им оказался 17-летний россиянин. Такой рост террористической угрозы и обострения в Сирии отразятся и на Украине. Хотя бы потому, что если западные страны начнут уделять максимальное внимание этим вызовам, война на Донбассе может уйти на дальний план. К тому же в европейских и американских СМИ новости с востока Украины уже стали редкостью. Реально ли такое развитие событий? Давайте узнаем у Павла Климкина, министра иностранных дел нашей страны. Он сейчас на прямой связи со студией подробностей недели. Павел, приветствую вас. Скажите, в эти дни главной мировой новостью стал американский ракетный удар по военной базе в Сирии. Вот вы не опасаетесь, что на таком фоне будет очень сложно привлечь внимание западных стран к войне на востоке нашей страны? Ну, насправді, с точностью до навпаки. Оскільки мы прекрасно розуміємо, кто є причиною того, что відбувается. Кто є причиною того, что происходит на Донбассе, на территории оккупированного Крыма и, конечно, на территории Сирии. Мы прекрасно понимаем, кто последовательно поддерживает Асада. И у нас всех найдут с головы те, которым мы увидели Алеппо после этих налетов. А сейчас химическая атака, и у меня не идут вообще с головы эти картинки, когда отец держит двоих своих детей. Поэтому это не вопрос политики, это, конечно, вопрос морали. Все понимают причину, и, наоборот, все прекрасно понимают, каким образом поделать эту причину. И рецепт – это, конечно, наша социальная солидарность. Ну, надеюсь, что именно так и будут развиваться события. Другая тема, о которой точно стоит поговорить на этой неделе – безвизовый режим для Украины. Вернее, нужно поговорить, наверное, а что дальше? Уже этим летом безвиз заработает, это прекрасно. Но какой будет следующая цель наших дипломатов на европейском направлении? Безвизовый режим – это очень важный крок. Мы над ним много работали, и те, все знают, что это 144 реформи, и от президента до всех, кто делал эти реформи, это действительно реальная заслуга. Но теперь давайте поделимся, каким образом задеете безвизовый режим? Сколько украинцев этим используются? Одна из идей, которую я последовательно проживаю, буду эту идею также проживать 12 октября под заседанием Министров закордонных справ Вижеградской четверки плюс Схидного партнерства – это обмены. Но обмены, действительно, за другим масштабом, и это относится студентов, школяевых, конечно, наших учеников, всех. То есть мы должны пользоваться безвизом. Конечно, для нас очень важна ратификация угодов про ассоциацию, но важно, куда мы пойдем дальше с Европейским Союзом. И для нас это поступовая участь в политиках ЕС, ну и, конечно, четыре главных свободы, которые складывают основу Европейского Союза. Это свобода руха товаров, послуг, инвестиций и рабочей силы. Будем проживаться в этом направлении. Ну что ж, остается только пожелать тогда вам, да и нам всем, конечно, удачи в этом. Павел Климкин, министр иностранных дел Украины, отвечал на мои вопросы. Спасибо, господин министр. Новые цели для украинской власти обозначил и президент Петр Порошенко. Понятно, что ему новость о позитивном голосовании в Европарламенте по безвизу для Украины доставила особенную радость. Все-таки он был лично вовлечен в весь процесс работы по безвизу. Ну а теперь, похоже, также лично будет заниматься и тем, чтобы как можно больше украинцев смогли безвизом воспользоваться. Все поддержали надение безвизового режима для Украины. И на сегодняшний день могу вам сказать, что на этом работа не остановится. Мы сделаем, чтобы поездки украинцев были дешевше, чтобы в Украину пришли лоукости по украинскому паспорту. Не ожидая дней или недель в чергах перед консульствами, не вытягивая из кишени украинцев миллиарды гривен за зарплату консульского сбора, не переплачивая за квитки, а вытративши там от 30 до 60 евро, мали можливість на власні очі переконатися в перевагах європейських цінностей, європейської системи, яка стала объєднуючою національною ідеєю під час революції гідності і до якої зараз впевнено, прямою і крокою Україна. Ещё одне голосування произошло на цей неделе в Європі. В середу в Хельсинки состоялся конгресс УЕФА. І, наконец-то, був сформирован полний состав руководства конфедерации. Вице-президентом організації избран Григорий Суркис. Тепер УЕФА готовиться к масштабным реформам. Могут ли эти реформы повлиять на украинський футбол? І що змінюється вже в ближайшому часу, знаємо у самого Григория Суркиса. Він зараз з нами на связі. Я вас приветствую. Скажіть, новий президент УЕФА, Александр Чиферин, іниційував багато зміненьків. Коєх перемен ждати футбольному сообществу? І коснеться ли це українського футбола? Прежде всего, стоїть отметити, що Александр Чиферин, президент УЕФА, як новий президент, тонко почувствував момент для проведення серії реформ, в первую очередь связанных с принципами добросовестного управления. Щоб справляться с новими вызовами времени, даже столь отлаженному эффективному механизму, как УЕФА, нужно совершенствоваться, необходимо переосмыслить роль и место футбола в новых социально-экономических и политических реалиях. Благодаря последним решениям Конгресса и с полком УЕФА на новый уровень должно выйти сотрудничество с клубами, лигами и, конечно же, с национальными ассоциациями. В свою очередь это будет способствовать повышению эффективности управления всем европейским футболом. УЕФА также сможет улучшить взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами, борьбе против таких негативных явлений, как договорные матчи, допинг, расизм и прочие формы нетерпимости, насилие на стадионах. При этом УЕФА намерен по-прежнему сохранить главные ценности футбола, заботиться о незыблемости спортивного принципа на всех уровнях, поддерживать экономическую стабильность европейского футбола с помощью финансового ферплея. Александр Чеферин и его команда, вице-президенты, исполком, администрация УЕФА, хотят построить еще более справедливую и сбалансированную систему европейского футбола, которая при этом будет всячески способствовать инвестициям в игру. Это самым прямым образом может повлиять на украинский футбол. Украина, безусловно, неотъемлемая часть европейского футбольного сообщества и не должна оставаться в стороне от происходящих процессов. Вы знаете, с какими трудностями сталкивается наш футбол сейчас. Поэтому все члены украинской футбольной семьи, как никто, должны быть заинтересованы научиться адаптироваться к новым условиям, переходить к более эффективным рациональным методам футбольного менеджмента. Да, в украинском футболе сейчас меньше денег, чем раньше, но это не приговор. Можно бесконечно сетовать на фактор этот, а можно использовать его как стимул для развития. Это сложный и долгий процесс, в котором невозможно избежать ошибок. Но, на мой взгляд, это единственно верный путь. Но вот вы сами заговорили о трудностях украинского футбола. И денег не хватает, да, и менеджмент. Сейчас чемпионат Украины действительно переживает не лучшие времена. Уже закрылись несколько футбольных клубов. Вот будут ли украинский чемпионат поддерживать в УФА? В УФА, безусловно, поддерживает весь украинский футбол и в том числе чемпионат. Наиболее эффективными и разумными, на мой взгляд, инструментами. С одной стороны, это серьезная финансовая поддержка, инфраструктуры, проектов. Это важнейшие инвестиции в массовый футбол, который является основой всей пирамиды футбола. С другой стороны, это создание справедливых условий для состязания на международной арене. Солидарные выплаты постоянно растут. Призовые в Еврокубках тоже с каждым годом увеличиваются. К примеру, в этом году украинские клубы получили платежи солидарности УФА за сезон 2015-2016 годов на развитие детско-юношеского футбола в размере более 3,5 миллионов евро. Если говорить о призовых и в Еврокубках, то сейчас участник группового раунда Лиги чемпионов гарантированно получает 12 миллионов за сам выход в основную сетку. В Лиге Европы это 2,4 миллиона евро. А в новом цикле, который начнется в 2018 году, отчисления клубами Лигам от обоих турниров существенно возрастут. Новая система предусматривает справедливое, на мой взгляд, основанное на спортивных результатах распределения призовых. Например, увеличатся гарантированные выплаты тем клубам, которые сошли с дистанции в квалификации. Подозревают, что в ближайшие годы выплаты от УФА будут важнейшей составляющей бюджета ведущих клубов Украины. И стимулом для других биться за место в этом ограниченном кругу. А значит развиваться и, безусловно, прогрессировать. Кроме этого, к услугам украинского чемпионата лучшие наработки УФА в областях, где футбол сочетается с коммерцией в широком смысле этого слова. УФА готов оказывать украинским коллегам любую поддержку в этом направлении. Это я вам, как председатель, собственно говоря, комитета УФА по маркетинговым консультациям говорю. Дело за малым. Использовать этот передовой опыт на благо самих клубов и лиг, и украинского футбола в целом. Ну что ж, будем надеяться. Спасибо за ответы. Григорий Суркис был с нами на прямой связи. А вот для украинского бокса сегодня очень удачный день. Вернее, успешной была ночь. Нашим боксерам удалось победить сразу в трех поединках. Василий Ломаченко защитил свой чемпионский пояс по версии WBO. Его бой продолжался 9 раундов. Намного короче оказался поединок другого украинца Александра Гвоздика. Боксер нокаутировал соперника в третьем раунде. Не отставал от соотечественников и Александр Усик. Он защитил свой титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBO. Все поединки состоялись в рамках вечера украинского бокса США. Такой отличной новостью я заканчиваю наш выпуск. Это были подробности недели. Спасибо, что смотрели и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok